Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, считаю, что я не заслуживаю любви своего мужа. Прямо всегда же, если я смогу родить, то рожу больного в силу своего возраста. Или, даже если здоровый родится, общий язык все равно с ребенком не ходить уже не смогу. И зачем портит мужу жизнь, мне проще уйти от него. Я его люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Очень мучает эта тема, помогите, пожалуйста. В чем конкретно вам помочь? Начнем, пожалуй, с того, что если вы решили так, если вы считаете, что здорового ребенка вы не родите, или не сможете найти общий язык с ребенком, если вы любите своего мужа и не хотите, чтобы он был с вами страдал, уходите, вы же так решили. Проблема кроется в другом. В том, что вы ждете, что мы будем вас переубеждать. Вы хотите, чтобы мы вас переубедили. А значит, в глубине души вы, наверное, понимаете, что движитесь куда-то не туда. А значит, в глубине души вы, наверное, понимаете, что, ну, вероятно, вероятно, вероятно. Есть что-то еще. И вы знаете, это в какой-то степени правда. То есть в какой-то степени действительно правда то, что здесь что-то еще. Ну, что отношения, именно вот отношения, выстраиваются на самом теле не только на основаниях ребенка. Вы же говорите о том, что я заслуживаю любви своего мужа только в том случае, только тогда, когда я могу родить здорового ребенка. Для начала хотелось бы как-то вот понять эту связь. Как любовь вашего мужа связана с рождением ребенка. Может быть все дело в том, что вы своего мужа, свое мужа, видите только мужа. Может быть все дело в том, что вы в муж не видите больше никого. А в себе видите только жену и не видите в себе больше никого. Хотите быть идеальной женой, что, естественно, невозможно. И возникает такая вот история. Это происходит из как раз таки вашей позиции, что вы не заслуживаете любви. Ведь понимаете, человек в силу особенностей работы психики не может объять сам себя. Он не может, ну, сделать такое, скажем, заключение, что вот я не достоин любви. Или я достойный любви. Человек может заметить, что, ага, во мне что-то не принимают. Ага, людям что-то во мне не нравится. Или, ага, людям что-то во мне не нравится. О, люди что-то во мне не принимают. Человек может заметить это. Человек может заметить свое отношение к этому. То есть он, например, может заметить, о, людям не нравится это во мне. но как я к этому отношусь, да? Это человек может сделать. Но сделать такое заключение, что ты не достойна любви кого-то, невозможно. Это слишком глобальная, слишком общая категория. В силу того, что человек многогранен и в силу того, что у него множество ролей, нельзя говорить о том, что кто-то достойен любви, а кто-то нет. Это слишком разносторонняя структура у человеческой личности, у человека. А вы это делаете? Соответственно, чтобы вам это сделать, вам необходимо упростить свою конструкцию, упростить конструкцию восприятия себя, свести ее к чему-то. Например, я рожаю ребенка, я хорошая жена. Я нахожу общий язык с ребенком, я хорошая жена. Я не рожаю ребенка, я плохая жена. Я рожаю больного ребенка, я плохая жена. Я не нахожу общего языка с ребенком, я плохая жена. При этом на чем базируется? На что опираются ваши в данном случае выводы или доводы? Сказать однозначно нельзя. Потому что неясно. Вот. То есть, понимаете, ошибочность ваших заключений проявляется в том, что вы говорите, я не заслуживаю любви своего мужа, потому что даже если смогу родить, то рожу больного в силу своего возраста. Из этого можно сделать вопрос. То есть, вы считаете, что вы достойны любви только если родите? Любовь это только про это? Понимаете, да? Дальше. Зачем портить мужу жизнь? Может быть это и справедливый вопрос. Может быть это вопрос, который задан из заботы. Ну давайте, может быть, спросим у мужа? Ну просто. Как он считает? Будете вы портить мужей? Не будете вы портить мужей? Как он считает? Вот вы заслуживаете любви, если родите больного ребенка? Например. И так далее. И вот. И вот. Какая позиция? Вы пишите. Мне проще уйти от него. Да. Вам проще уйти, чтобы вас не отвергли. Вы боитесь отвержения. Страх отвержения связан с самооценкой и стыдом. Вам стыдно. В данном случае стыд. Это подавление определенных сторон ваших. Тех самых грани, о которых я говорил немного раньше. Дальше. Вы пишите. Даже если ребенок родится, все равно с ребенком общий язык находить уже не смогу. Опять же. Вопрос. Кто вам сказал? Что значит общий язык? Как это? Как насчет женщин, которые в 40 лет рожают и нормально? Кто вам сказал-то об этом? Откуда у вас мысль, что вы не сможете находить общий язык с ребенком? И что это за общий язык? Говорить на одном языке? Вам не надо этого делать. Ребенку нужно слышать. Слушать. Давать обратную связь. Показывать ему свое поведение. Это вы можете сделать в любом возрасте. Вот. Но вы, какого бы возраста вы не были, вы действительно не сможете говорить на его языке. Потому что вы родители, а он ребенок. То есть отсутствие буквального общего языка, связанного не с возрастом, а с тем, что, извините, вы мать, а он ребенок. Извините, что вы видите, как он растет. Вы в этом смысле не на равных. Но вы можете быть на равных, когда вы слышите его. Когда вы слушаете его. Когда вы даете ему обратную связь. Когда вы позволяете ему самому принимать решения, ошибаться, поддерживать его. Высказывать то, что вам неприятно, если он нарушает как-то ваши, ну, ваши личные границы, посягают на ваши ценности и прочее, прочее, прочее. Высказывать беспокойство, когда вы беспокоитесь за него. Высказывать тревогу, когда вы тревожите за него. Высказывать недовольство, когда вы недовольны. Но делать это в корректной, разумной форме. Все это можно. И для этого вам не нужен какой-то определенный возраст. Вы здесь говорите о дружбе между родителями и ребенком. Дружба невозможна. Родители и дети не могут дружить. Они не друзья. Они не могут быть друзья. Отношения, где родители и ребенок дружат, не являются конструктивными. Они не являются скорее деструктивными. Это то, чего вы хотите. Так возникает вопрос. Откуда у вас эта идея? Как она вам пришла в голову? Как вы ее не нашли? Возникает вопрос о том, почему вы так решили, что нужно находить вообще ребенка. Понимаете, да? Вот. Ну и, конечно, очень важным моментом является, на мой взгляд, по сути, то, что вы не хотите портить жизнь, как вы говорите, своему мужу. Потому что ваш муж, он как бы сам решает, ну, как ему жить он сам решает. Что ему делать, он сам решает, в каком направлении ему двигаться, он сам выбирает, куда ему идти и так далее. Вы, вы, вы это не решаете. А вы почему-то вот, как бы, считаете, что можете за своего мужа принимать решение. И у меня, конечно, возникает вопрос, а немного ли вы здесь на себя, в общем-то, берете? На мой взгляд, много ли вы на себя берете. На мой взгляд, вы здесь берете на себя непомерно много. При этом, при этом при всем, вы игнорируете свою собственную ответственность. То есть, как и как это происходит? Происходит это примерно следующим образом. Я не отвечаю за себя. Я не могу отвечать за себя. Ну, я довольно легко отвечаю за другого человека. Понимаете, да. Вот в этом, ваше, в данном случае, серьезный проблематик. Как мне кажется. Поэтому я бы, конечно, как-то вот подумал о том, чтобы в этом направлении несколько поработал. Да, и вот, ну, в первую очередь, может быть, брать ответственность на себя за то, что с вами происходит. Вот, и прорабатывать все аспекты, аспекты этих проблем, которые я уже вам озвучил сейчас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Не затягивайте, обращайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА